Доброго дня! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А тут депутат, молодой депутат. Как так случилось? Как долго к этому шли? На самом деле, конечно, это решение было не мгновенное. К этому, правильно заметили, достаточно долго шла. То есть изначально я начала работать помощником депутата. Влилась, так сказать, немножко в эту структуру, поняла, что как, что проблем действительно у граждан достаточно, и они, в принципе, сами собой не решатся. И поняла, что именно я сама могу, в принципе, внести такой небольшой вклад в развитие нашего города, общества. И наладить хоть в какой-то, может быть, маленьком дворе в своем районе благополучие, создать такие условия, чтобы людям, в принципе, было жить комфортнее. Я сама являюсь жителем Куйбышевского района своего. Он, конечно, для меня не родной, но уже стал таким родным. Вот. И, собственно, возникла идея пойти на выборы. Вышли в народ, люди поддержали, оказали доверие. Конечно, это очень большая честь. Так, сомнительно было, но, в принципе, это решение было, еще раз повторюсь, осознанным. То есть я доросла, в принципе, до этого. Ну, у нас, возможно, в нашей стране есть некий такой стереотип, что депутат — это взрослый человек, реже женщина, да, реже молодая девушка. И как вот с этими стереотипами бороться и доказать более взрослым людям, избирателям, соседям и так далее, что ты, например, достойна этого? Доказать, в первую очередь, конечно, нужно своим делами. То есть, когда выходишь к людям, естественно, нужно показать, что ты уже сделал. Маленькими какими-то, да, то есть кто-то не может пили дерево, показать. Что на помощь идет депутат? Да, действительно, так и есть, конечно. То есть, естественно, вот эта реформа местного самоуправления, она позволила, не буду говорить, как говорится, там какие-то большие вещи, приблизить власть к народу. То есть это обычные люди, которые ходят с вами под ним и тем же дорожком, ездят в одном и том же транспорте. И вот они. То есть действительно можно встретить, подойти и сказать. Не надо ждать какого-то там длительного приема, там, да, там, по месяцам записываться на него. Нет, вот мы рядом, мы такие же. И, собственно, наверное, я вот лично сама учусь. Сейчас еще продолжаю учиться. Что-то дополнительное образование, да, получается? Нет, я имею в виду, в смысле, вот вместе с людьми, то есть познаю что-то новое. Естественно, понимаешь, что на своих ошибках порой, конечно же. Это практика такая. Естественно, да, конечно. Вот. Это очень интересно, на самом деле. Не думала, что меня так это сильно затянет. То есть когда-то там в молодости, в такой прям, да, в зрелости такой маленькой, юношеской, участвовала в каких-то там молодежных таких программах. Действительно там была президентом. То есть, но никогда не думала, что действительно это вот воплотится в жизнь. То есть, что ты станешь депутатом, что тебя люди будут знать, что тебе будут обращаться, ты будешь помогать им, решать их проблемы. Интересно. Так, ладно, мы продолжим эту тему, Кристи. Ну, у тебя дорожка была тернистая, долгая, сложная. Потому что, я понимаю, все-таки занятия абсолютно разные были в твоей жизни. Да, конечно, так же шла к этому совершенно осознанно, так же долго думала, как я вообще к этому пришла. То есть, изначально у меня, я человек с активной гражданской позицией, по завершению своей профессиональной спортивной деятельности занялась молодежной политикой. И так вот пошло, пошло, пошло. И здесь, в связи с реформой местного самоуправления, учитывая, что я на протяжении всей своей сознательной жизни живу в Октябрьском районе, живу там, знаю его изнутри, люблю этот район, знаю жителей. Так вот и получилось, что, выйдя пообщавшись с жителями, все-таки так вот мы приняли решение, что надо идти в депутаты. Было страшно как-то так? Не поймут, не примут. Девочка, которая больше похожа на какую-то принцессу или Снегурочку, депутат. Вот как вот объяснить? Страшно не было, на самом деле. Мы просто работали. Действительно, то есть перед избирательной кампанией мы встречались с жителями, мы порядка более 100 встреч провели с жителями, проговорили с ними все их проблемные моменты. На базе этих проблем мы составили свою, так скажем, проблемную карту, свою программу. И уже сейчас ее начинаем реализовывать. Угу. Есть ли какое-то предвзятое отношение, повторюсь, к полу? К тому, что ты девушка, депутат, мужчина, взрослые люди. Вот именно то, что ты девушка. Тебе сложнее было, если бы ты, например, ну, допустим, представила себя молодым человеком? Сложнее девушке? Нет, по отношению к полу совсем не было проблем. И, кстати, вот есть такое понятие, что, возможно, там к возрасту может быть предвзятое отношение и так далее. Но когда я приходила к жителям, наоборот, там могли постучать по плечу и сказали, о, молодежь, классно, здорово, давайте дерзайте. То есть наоборот, жители были рады. То есть это не с издевовкой, не с каким-то там таким этим, просто серьезно, да? Да. У меня на самом деле тоже аналогична была ситуация. То есть люди видели, что молодежь, говорит, у вас сейчас в ваших руках все, в принципе. То есть потому что вот эта вот такая позиция, она немного, как это сказать, неоднозначная. То есть если вот более старшие там, да, муниципальные какие-то слушатели, у них так как-то шаблонные мысли. У молодежи немножечко другое мышление, какой-то в какой-то степени креативный, то есть креативный подход, в принципе, к решению проблем, он никогда... Главное, не во вред этот креативный подход. Ну, естественно, конечно. А в плане как к женщине, женщины подходили и говорят, тяжело вам будет, но вперед, удачи. То есть это было действительно приятно, когда тебе как именно... Потому что вы, говорит, женщина, вы хозяйственная, то есть вы разберете в этом проблеме, как говорится, с своей стороны, как женщина именно. Понятно. Друзья, вот они, молодые депутаты, если вы относитесь к тому или иному району, может быть, есть какие-то вопросы, может быть, сказать, чего хотите, похвалите ли. Внести какие-то, может быть, поправки, предложения в режим реального времени. Звоните. Вот они сидят здесь, готовы ответить на ваш вопрос. Расскажите мне, вот вообще, что представляет собой Совет депутатов. Это что за люди? Кто мне расскажет? Человеку. Кто эти люди? Они разные все, по разным сферам. Давайте я расскажу. Давай, Кристина. У нас Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара. Туда вошли 26 человек. Все из различных сфер. Это и врачи, это и руководители, директора школ, это и тренеры по видам спорта. То есть совершенно разная категория людей, разный возраст, и которые действительно работают в этом районе на благо жителей нашего района. Поэтому они изнутри знают все проблемы, они изнутри знают жителей и, соответственно... Молодежь. Каков процент или какое-то такое соотношение, так скажем, сколько? У нас из числа молодежи в составе Совета депутатов 2 человека. Маловато будет. У нас чуть побольше. Так, хвалитесь, Куйбышский район. У нас, соответственно, в нашем Совете 32 человека. Также, соответственно, разные совершенно сферы. Есть и общественники, есть и люди заслуженные в своей какой-то области. А к молодежи можно отнести пятерых человек. Да. Вот. Но в основном возраст все-таки больше к 40. То есть, в принципе... Активные такие. Да. Работающие граждане. Хорошо. Какую-то сферу деятельности выбрали ли вы каждый для себя? В чем специализируетесь, Кристина? На чем специализируешься? На что делаешь упор, допустим, в своей программе или в каких-то своих проектах? Мы вошли в Совете депутатов в два комитета. То есть, это комитет по местному самоуправлению и комитет по социальным вопросам. Что отрадно, у нас единственный совет депутатов, который создал еще профильную комиссию. Она у нас называется комиссия при Совете депутатов по профилактике и предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, алкоголизма. Наркомания на территории Октябрьского района. То есть, проблема эта действительно есть. Она острая. Остро стоит в настоящее время губернатор в своем послании о ней упоминал. И вот мы создали такую комиссию, куда вошло профессиональное сообщество, представители всех образовательных учреждений, которые расположены на территории Октябрьского района, представители СМИ, представители молодежных объединений нашего города. Да. Вот. И теперь у нас впереди много работы, много планов. Соответственно, будем их воплощать в жизни. Конечно, куда деваться. Лена, а есть какое-то подобное направление? Да. Чем интересуетесь наш опыт? Лично для меня, знаете, как очень близка тема образования. Собственно, я как раз являюсь руководителем общественной организации по содействию развития образования. «Достояние» называется. Организация достаточно новая, но, в принципе, уже успевшая, как говорится, так или иначе поучаствовать в различных проектах. Ну, то есть совместные. Тема для меня, почему именно выбрала ее, она очень близка, начиная с того, что у меня растет маленькая дочка. То есть, как говорится, наблюдая за тем, как у нас развивается образование, в принципе. Начиная там с нуля и выше, да? Да, да. Как раз именно вот я считаю, что образованием нужно заниматься именно с самого-самого, прям, как говорится, младенчества. У меня супруг еще просто как раз является, господи, педагогом. Вот. И действительно, рядом прям со мной это, как бы, на поверхности для меня это лежало. Сейчас как раз такая вот инициатива родилась, как говорится. Проект, подали пока заявочку, неизвестно, выиграем или нет. Это «Безопасное детство», так называемое. То есть, ну, пока это рабочее название. То есть, потому что детки, они развиваются, растут. И, как говорится, то, что мы заложим сейчас в них, и в дальнейшем мы получим именно таких вот достойных граждан, которые смогут что-то изменить в жизни. Как вот, опять же, Николай Иванович в своем послании сказал, будущее начинается сегодня. То есть, не нужно откладываться на завтра, когда они там пойдут в школу, в институт. Это нужно именно начинать сейчас. Вот. И вот, собственно, в своей, как говорится, программе, я вот это, я тоже являюсь как раз в комитетах по социальным вопросам и местному самоуправлению. И в социальный вопрос как раз входит образование. Ну, коль мы уж про образование тут как-то затронули этот момент, немного и школьной программы, и, наверное, сейчас хочется к зрителям нашим обратиться. Уже завтра в Доказательстве Дорожников пройдет показ удивительной сказки «Аленький цветочек». В 11 часов состоится чудесное волшебство для самых-самых маленьких, и не только. Предлагаю сейчас выиграть вам билеты. Мы смотрим на экран, видим сейчас в этом, как сказать, кадры из фильма, точнее из мультфильма «Аленький цветочек». Три сестры здесь, как бы их можно заметить, если вы смотрели мультик, читали сказку Аксакова. Поэтому назовите имена этих трех сестер из как раз-таки этой сказки. Давайте, дерзайте, друзья. 202-11-22. Удачи. Ну, а если похвалиться чем-то, какими-то проектами, какими-то уже сделанными поступками, делами, есть что-то такое за плечами, Кристин? Чем хвалиться? Будем в конце года, в конце концов мы заслужили это. Ты, в первую очередь. По своему округу, 11 округ Октябрьский район, мы во время избирательной кампании, во время сейчас уже работы в качестве депутата с моим коллегой по округу, Квашиным Дмитрием Александровичем, что сделали? Естественно, закрыли алкогольные киоски, ряд алкогольных киосков. Сейчас также продолжаем работу в этом направлении. На самом деле, это очень острая проблема у жителей. То есть на каждой встрече, так или иначе, всплывает такая проблема, и поэтому мы за нее очень активно взялись. Опиловка деревьев. Соответственно, все это мы делаем комплексы систематически вместе с администрацией нашего района, за что и большое спасибо. Вообще, такая картина рисуется. Каждый такой депутат, не обязательно молодой, идет такой, а с ним здороваются все. Такое бывает? Бывает. Особенно, когда домой возвращаешься, жители ловят, спрашивают, как дела, что делаем, когда будем еще что-то делать. Вот такое постоянное общение, постоянное взаимодействие с жителями. Это, я думаю, была сама цель нашей реформы местного самоуправления. То есть открыто все получается, да? Могут позвонить, могут как-то там попросить о помощи. Ну что, я не знаю, начать-то домой зайти, не знаю, если... Пока еще не было такого. Пока еще не было такого, да? Все впереди. А, все впереди. То есть готовы, да, принимать? Ну, наша деятельность только буквально началась, поэтому, наверное, итоги именно как таковой деятельности, ну, рановато подводить. Конечно, они небольшие такие, есть результаты. Это, опять же, и деревья, и благоустройство, и площадки. Просто элементарно иногда людям, они не знают, куда. То есть вот у меня, например, такое направление, очень активно его поддерживаю, именно работа с обращением граждан. Потому что людей нужно научить, как правильно обратиться. Одно дело, они пришли в администрацию. Есть проблемы, не все знают. А, ладно, кто-нибудь и напишет. Мало того, что для меня, я вот, я думаю, что, наверное, коллеги поддержат, что половина успеха, это именно как это, как обратиться, как написать. Одно дело, написать просто, да, там, куда, там, управляющую компанию или что-то, и они могут просто развернуть. Хотя, на самом деле, проблема-то решаема. Да, вот я про это говорю. То есть как раз вот сейчас вот, наверное, началась деятельность того, чтобы людей научить именно, как это сделать. Это как раз и ложится очень великолепно в мою организацию, то есть потому что образование образованием, то есть, ну, учить. То есть это не обязательно именно как базовое образование, да, какое-то. То есть, в принципе, людей учить нужно. И люди с удовольствием этому учатся. Они приходят, спрашивают именно не то, что вы сделаете за нас, а помогите, делайте вместе с нами, как нам это сделать. Потому что вот у нас вот такая вот практика, да. Спасибо. У нас есть телефонный звонок. Давайте принимать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана, в каком районе Самары проживаете? Проживаю в Железнодорожном, Пробесном, Самарском. Знаете ли кого-то из депутатов своих районов? Ну, если честно, то нет. Как-то прям неожиданно получить такой ответ. Надо узнать, если что, бежать за помощью, какие-то проблемы возникают, если вдруг. Я так понимаю, вы готовы сейчас нам ответить? Все в порядке, поэтому... А, то есть в Железнодорожном и Самарском районах все в порядке? Ну, лично у нас, да. Ну, вот, к сожалению, у нас сегодня нет представителей этих районов. А так бы не поинтересоваться. У них, что же они там волшебство какое делают, что у них все хорошо. Ну, если даже жители об этом говорят. Ладно. А давайте сейчас будем отвечать на мой вопрос. Мы видим кадр из мультфильма «Аленький цветочек» и сказку, собственно, если читали. Назовите мне имена трех сестер. Ну, старшую Просковея звали. Так. Среднюю Марса, а младшей Настенька. Так, вопрос, откуда такие данные у вас? Ну, Настенька точно в мультике говорится. Так. А Просковей и Марса посмотрела. Понятно. Ну, и могу сказать, что это не точный ответ, друзья. Не точный. Не такой, какой я хотела бы услышать. Дерзайте еще. Звоните 202-11-22. Думаю, что какие-то еще вслывут имена. Ну, Просковея прям порадовала. Тем не менее, не так. Не совсем так. Настенька, верно. Еще два имени. Давайте, жду. Звоните. Наверное, хочется сейчас каждую из вас, девушке, попросить буквально по минутке обратиться к своему району. Может быть, что-то сказать тем людям, кто вас выбирал, кто на вас надеется, уповает. Камера напротив. Кристина, давай с тебя начнем. В качестве новогоднего поздравления. А как хочешь, вот, пожалуйста. Вот жители тебя смотрят. Я хочу поздравить жителей, своих любимых жителей Октябрьского района с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать, естественно, им крепкого здоровья. Крепкого здоровья их близким, их родным, их друзьям. Счастья, успехов в реализации всех имеющихся планов и задач. Ну и, конечно же, чтобы проблем у вас было поменьше с нашей помощью. О, хорошо. Елена, что хочется сказать? Да, я, наверное, начну с того, что просто поблагодарить тех, кто выразил доверие к нашей деятельности, к тех, кто выбрал нас, соответственно, к меня. Пожелать, естественно, в канун Нового года удачи, счастья, здоровья вашим близким, чтобы все, что вы хотели, обязательно сбылось. Дед Мороз, он существует, как я считаю, все-таки. И обратиться к нему с Великого Устюга как раз у нас Дед Мороз приехал. Что сомнится, что не нас настоящий. Вот эта сказка новогодняя, которая сейчас у нас создана, чтобы она у вас продолжалась за дня в день. Здорово. Ну что, впереди у нас еще встреча с депутатами Совета депутатов промышленного и Куйбышевского районов Самары. Так что дерзайте, друзья. Может быть, есть что сказать, спросить, потребовать, возразить в режим реального времени. У вас есть такая возможность по телефону 202-11-22. Это телефон нашей редакции. Ну и ждем, конечно, ответа на наш вопрос. Как же звали? Двух сестер из сказки «Аленький цветочек». Уж, пожалуйста, подумайте, посмотрите, потому что есть тут некоторые расхождения. Если сможете обосновать, почему, то приз ваш – пригласительный на волшебную сказочную елку представления в ДК «Железнодорожников» имени Пушкина. Дерзайте, не приключайтесь. Новый год празднуем так же, как и всей семьей. Как бы дома, с семьей и все. Все время перед Новым годом собираемся вместе, вспоминаем все было, все, что было хорошее, доброе в этом году. Ну и встречаем его только с радостью. Каждый Новый год в узком семейном кругу мы собираемся за столом и без 5.12 выпиваем шампанское. По идее, у нас есть новогодние традиции. Мы всегда отмечаем Новый год дома до час ночи, а потом кто куда, кто в гости, кто куда. Мы отмечаемся всей семьей. Большая часть нашей семьи живет в Питере, поэтому мы на Новый год уезжаем туда. Как восточные семьи там сидят же все семьи. Баран рыжим там, короче, большой праздник делаем, да, короче, елку наряжаем там, возле елки там, потом друзья придут, короче, еще посидим, да, короче, хорошо. Обычных, как правило, нет, нет, никаких обычай. Просто у телевизора собираемся за семейным столом. Стол ближе к телевизору и празднуем, и смотрим программы. Новый год, как обычно, это семейный праздник. Новый год только в семье. Все стандартно, классически, все по-советскому, а Новый год в компании друзей. Мы часто с мужем уезжаем куда-нибудь, или, по крайней мере, стремимся к этому, ну, чтобы уехать куда-нибудь сюда доходить. Во-первых, это семейный праздник. С праздником сначала с семьей, потом после двух часов или час, как там, разбегаемся по друзьям, по соседям. Елка, естественно, обязательно, подарки всем обязательно. Ну и очень красивый стол. Да нет, дома всегда. Обычно дома. Когда были молодые, гуляли поинтереснее. А сейчас сидим дома, смотрим телевизор, пьем шампанское. Субтитры делал DimaTorzok Дмитрий Чиндин, депутат Совета Депутатов Промышленного района Городского округа Самара. Здравствуйте. Вы как-то вообще знакомы друг с другом? Встречаетесь, пересекаетесь где-то? Или вы каждый в своем районе? Вот мы с Виталием знакомы. Так. Ну как, с одного района. С одного района. Мы с одного района. Да. А с коллегой познакомились сегодня. Вот, какие приятные знакомства. Это здорово. У меня традиционный вопрос, наверное, давайте с вас, Александр, начнем. Как так дорожка-то привела в депутаты и для чего вам это нужно? Вы знаете, я начал свою общественную деятельность еще с 13-го года, еще будучи студентом. И по сути моей, но добавилась, наверное, просто задач, когда стал уже выступать в роли депутата. А по сути-то я тем же самым и занимался. Только добавились задачи, которые ставят нам сами жители. А до этого задачи появлялись, наверное, из моей головы. Ну и, соответственно, когда пришла к нам реформа местного самоуправления, почему бы не воспользоваться? Я так понимаю. Провели праймерис, да, поддержали. Ну и дальше уже вышли на избирательную кампанию. Вот нам девушка звонила, она из железнодорожного Самарка. Говорит, все у них хорошо. У вас там все хорошо, Виталий? У нас существуют проблемы, как и губернатор отметил. В основном это ЖКХ, 70% населения недовольны услугами предоставляем. Мы работаем, я вот в нашем совете являюсь руководителем комитета по ЖКХ. То есть мы проблемы все это знаем. То есть даже вот в предвыборной кампании во время встреч с жителями мы это все обсуждали, записывали, что могли, то есть что-то такое, что быстро можно решить. Мы старались решить сразу. Те вопросы, которые долгосрочны, которые нельзя решить быстро, как бы, как сказать, наскоком. У меня не всегда качественно. Да. Есть такие вопросы, которые нужно проработать, нужно обсудить с более опытными товарищами, как-то советую у них спросить, куда обратиться. Потому что как бы, что бы не сделать хуже. ЖКХ это такая сфера, можно сделать быстро, но это не всегда будет хорошо. А хочется, чтобы было быстро и хорошо. Главный наш судья это наши избиратели. То есть судить будут они нас. Поэтому те вопросы, которые мы не смогли сразу решить, мы их не забыли, мы о них помним, мы их решаем. То есть спокойно. Все под контролем. Да, спокойно, планомерно. Работа идет. Ну, путь в депутаты сложен был. С чего начинали, откуда все это? Начинал я тоже вот как с общественной деятельности. Потом тоже какое-то время был помощником у депутата, вот в Кубежском районе тоже. Когда вот эта реформа местного самоуправления произошла, как бы, честно сказать, ну, не собирался. Как говорится, целенаправленно не собирался. Ну, и случайно это не получается. Да, ну, не то, что неплохо. Люди сказали, а почему у вас там нету? И тут задумался Виталий. Ну, не задумался, ну, раз люди просят, почему бы не попробовать? Попробовал, прошел праймерис, люди поддержали, оказали доверие. Ну, прошли выборы, все получилось. Все в Кубежском районе хорошо, надеюсь. И все хорошо. Работа есть. Это самое главное. В любом случае мы к этому идем. Ну, это здорово. У нас звонок есть. Давайте все-таки выпытаем у наших зрителей. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Вы в каком районе живете? Промышленном. Промышленном. Так. Знакомы ли кто-то здесь вам из сидящих в нашей студии? К сожалению, нет. Мы познакомимся, я думаю, сейчас. Наталья, ну, расскажите, каково вам живется в вашем промышленном районе? Ну, в целом неплохо. Неплохо. Но есть и деньги отдельные, да, к самому. Например, к жилищно-коммунальному хозяйству. Так. Ну-ка, ну-ка, что вас не устраивает? Ну, не устраивает частота в подъезде. Девушка, к сожалению, очень грязная. Промышленном. Понятно. Вот. Ладно, мы записали, запомнили. Сейчас будем ответ держать. Давайте вы сначала нам ответьте, что же, как бы, вы узнали про этих сестер? Вообще, старшая дочь. Это Гордея была. Так. Вредняя Любава, но лучше Настенька. Вот Настеньку все знают, а остальных девчонок как-то так по боку все. Наверное, необычные имена. Наверное, ну да. Странно, да, сейчас услышать девушку с именем Гордея. Зато, как выделялось бы. Это правильный ответ. Вас поздравляю. Отправляйтесь завтра с замечательным представлением. Спасибо. Ну вот, промышленный район, Дмитрий. Расскажите-ка, как вы стали депутатом? История-то непростая, я так понимаю. История непростая. Нет, на самом деле все идет с того, что я вообще, ну, в принципе, всегда был приверженец того, что каждый человек должен участвовать в жизни города. То есть проявлять свою гражданскую позицию, высказывать свое мнение по каким-то вопросам. И исходя из этого, когда началась вот эта вот реформа местного самоуправления, то есть мне пришла в голову такая идея, что нужно идти. То есть силы почувствовали в себе? Ну да, то есть желание есть, возраст позволяет, силы есть. То есть это и было, так сказать, отправной точкой. Вот, то есть что нужно помогать, так сказать, жителям дотянуться до власти, то есть чтобы, как сказать, наладить обратную связь, так называемую, то есть чтобы власть чувствовала народ лучше, да, в том числе через нас. Потому что, ну, надо, ну, сейчас это просто проще сделать, да, как уже столько депутатов, и пообщаться с каждым из нас, в принципе, не составляет никакой... У вас чисто в подъезде? У меня чисто в подъезде. А вот Наталья не очень. Что ей делать? Ну, на самом деле это достаточно распространенная проблема, вот. Вот, и здесь, так скажем, очень много споров. Председатель комитета ЖКХ, скорее всего, все-таки больше знает. Я просто говорю, что я пошел, да, то есть если у моих коллег есть какой-то опыт, то я буду откровенен, у меня такого опыта, ну, большого нету. То есть и во всем, во многом, да, то есть не только я, многие молодые депутаты, которые прошли, мы только начинаем разбираться, то есть в законодательствах, в каких-то, как сказать, ну, ключевые моменты начинаем разбирать. Ну, в чем-то специализируетесь, на чем-то ориентируетесь для себя? Что-то приоритетное выбираете? Ну, для начала, вообще, на мой взгляд, приоритетное, это все-таки работа с молодежью. То есть это вообще должно быть всегда на первом месте. Потому что наша молодежь, это наше будущее, это наше все. Потому что от того, какая она будет, будет зависеть и все остальное. Но мне кажется, здесь такая логика простая, и поэтому вот это перспективное направление, оно должно быть везде на первых позициях. Ладно, я хочу все-таки вернуться к ЖКХ. Ну, вот, человек, проблема, что делать? Ну, человек, проблема, не убирает в подъезде. Вот многие, да, ну и ладно, ну и ладно, да? Многие, да, ну и ладно. Кто-то да напишет, это что? Что надо делать? Во-первых, надо обратиться в свою управляющую компанию. Вы им платите деньги, уборка подъездов, она входит в плату за содержание. Вот можно вопрос? Я, например, не знаю, какая у меня управляющая компания. В интернете, например... Берете квиток, куда вы платите деньги? Не написано, указано. Вот, я просто сейчас как бы, кто может не в курсе. Там какое? О, рога и копыта, допустим. Допустим. Да, да. Вот. Звоните туда. Ну, говорится, прежде всего надо решить, стараться всегда по-любому. Звоните туда. Вот такая-такая-такая-то, не убирают. Они вам скажут, все, сейчас придут, уберут. А если не скажут? Или скажут, извините, у нас так много дел, это рукоположник. Обращаемся в наши любимые надзорные органы. Государственная жилищная инспекция. Пишем обращение на имя руководителя обретали. Действительно, такой-то дом, такая-то управляющая компания не выполняет услугу по санитарному содержанию общедомового имущества, лещаных клеток. Лифтов и, допустим, мусоропроводов. Ну, если есть лифты, то лифты, если есть мусоропроводы, то мусоропроводы. То есть, по 354-му постановлению, если я сейчас не ошибаюсь, раз в неделю сухая уборка, раз в месяц влажная уборка должна быть. В управляющей компании должен быть график, где уборщица должна расписываться. Ну, сейчас, мне кажется, в многих домах нет уборщицы. Услуга должна предоставляться. В содержание входит плата, как за дворника, за уборщицу, это все входит. Если эта услуга не предоставляется, то есть, жители не получают услуги, они имеют право требовать перерасчет. Если они обращаются в государственную жилищную инспекцию, государственная жилищная инспекция приходит, проверяет. Если не предоставляется услуга, она выносит штраф управляющей компании. Но это надо еще доказать, то, что не представляется. Должен быть старший на доме. Поймите, это собственность жильцов. Надо разбираться в этом. Не бросать все так вот на ось или на кого-то. Вот поэтому я, как руководитель комитета, я также очень тесно контактирую с ассоциацией ТССЖ, ЖСК и Советов МКД Самарской области. Они вот сейчас выиграли президентский грант по просвещению «Собственник знает свои права». В рамках этого гранта мы как раз этим и занимаемся. Рассказываем о правах собственников, о их полномочиях, Совета МКД. Потому что все действия на доме, которые происходят, они происходят на основании протокола собственников-жильцов. Должен быть избран председатель, с которым контактирует управляющий. Только он подписывает все акты выполненных работ, которые делаются, работая на доме. Только после этого происходит списание средств дома. И он также контролирует вот такие вот периодичные работы. То есть как дворник, уборщица. То есть если услуга не предоставляется, они могут делать свой акт о непредоставлении. То есть дата такая-то, услуга не предоставлена. Подпись старший по дому и активный дом. Слушайте, какая неплохая идея, да? Идея очень хорошая. Человек должен знать свои права. Жители у нас не всегда и не везде активны. Очень зря. У нас в Куборском районе жители активны. Они могут сами достучаться до кого хочешь. Вопрос. Если Виталий специализируется на ШКХ, ну собственно Дмитрий пока еще не определился, но пытается. И это очень здорово, потому что молодежная политика, она так или иначе должна быть в каждом районе. Александр, у вас на что упор? Вы как-то для себя определили? Нельзя выбрать одно направление, работая депутатом. Да. Работаешь со всеми. Основная деятельность в моей общественной организации, которая называется «Родной край». Я в основном занимаюсь экологией. Но также вот в этом году провели такой ряд мероприятий в рамках проекта «Азбука Патриота». Соответственно, это уже патриотическое мероприятие, направленное на воспитание молодежи. Проходили мероприятия такие в школах, во дворах, в библиотеках. Успешно, я так понимаю, потому что говорили. Конечно, конечно, да, я здесь уже говорил об этом. Соглашусь с коллегой, что с молодежью нужно действительно работать. Не только по патриотизму, но по тому же ЖКХ. Потому что не каждый пожилой человек сможет участвовать в приемке работ, в отслеживании графиков и всего остального. А у нас зачастую молодежь не вовлечена в эту деятельность. К сожалению. К сожалению, к огромному сожалению. И, наверное, мы, как молодые депутаты, своим примером должны показывать активность молодежи в процессах. Не ругать там власть. Пришли, наверное, мы с коллегами сюда, чтобы показать, что мы можем что-то изменить. Мы, как молодые, можем показать, как надо. И главное, что не стыдно, допустим, сказать, что я пока начинаю, да, вот реально, это ведь действительно здорово, что с вашей помощью вы можете обращаться, вы можете задавать вопросы, вы можете какие-то проблемы свои приносить в этот совет депутатов. Есть молодые, здоровые ребята, которые разбираются, которые понимают. И, мне кажется, надо прям очень хорошо. Конечно. И большая вот у меня такая цель, чтобы вовлечь молодежь в жизнь, ну хотя бы, если не города, то своего микрорайона. Вот. Хотя бы своего двора или дома. Вот. Чтобы... Пускай не старший по дому. Очень сложная задача у вас, очень сложная. Ну, никто не говорил, что будет легко. Никто. Но, тем не менее, сейчас у нас остается немножечко, чуть-чуть, практически несколько минут до конца эфира. Я прошу, наверное, каждого из вас обратиться к своим жителям, жителям своего района. И, наверное, начнем с района промышленного. Дмитрий, есть что сказать? Камера напротив вас, пожалуйста. Конечно, есть. Обращаюсь к жителям промышленного района с таким пожеланием, точнее, с пожеланием. Желаю вам всем в Новый год встретить счастье, быть всем здоровыми, быть едиными, чтобы все жители не странились друг от друга, а шли единым монолитом к своей цели. Я считаю, это достаточно такая нужная вещь в наше время, чтобы все были друг за друга. Еще раз с наступающим Новым годом. Равнодушию нет, как бы, такому какому-то, не знаю, ничего, когда не нужно, такого состояния настроения не должно быть, мне кажется. Нужно поддержать в беде, не пройти мимо. Если есть какая-то, нужна какая-то помощь, друзья, ну, все только в наших руках. Кто начнет из депутатов Куйбышевского района? Давайте с Виталием начнем. Ну, давайте я начну. Ну, прежде всего, с наступающим Новым годом хотелось бы пожелать здоровья, счастья, оставаться такими же активными, небезразличными к жизни района. Чтобы те, кто пока еще безразличен к жизни району... А таких должно быть мало? Таких не должно быть в районе. Вообще, так. Жители должны быть активными. Потому что без жителей мы одни ничего, ну, ничто не сделали. Нам нужна их поддержка. Что еще хотелось бы сказать? Что все будет хорошо на Минске. Будет хорошо. Может быть, не сразу, но будем к этому стремиться, будем прилагать все свои усилия. Все будет хорошо. Вы об этом сказали в прямом эфире, а мы запомним. Я от своих слов не отказываюсь. Александр, что добавите? Я присоединюсь, конечно, к поздравлениям, к сказанному. Ну, вот, действительно, мы, как депутаты, не сможем сделать ничего без помощи. Так же, как на выборах. Мы не смогли бы выиграть без поддержки жителей. Так же и в решении вопросов. Без вашей поддержки у нас будет все гораздо сложнее протекать. Так же хочу поздравить с Новым годом. Ну и пожелать всего, чего бы вы хотели. Той самой новогодней сказки, наверное. С Новым годом. Если вы, друзья, не знали до сих пор ваших депутатов в лицо, сегодня у нас была такая удивительная возможность хотя бы чуть-чуть поверхностно с ними познакомиться. Не стесняйтесь, обращайтесь, не стесняйтесь писать о своих каких-то проблемах. Ну, не просто так мы выбирали этих людей, не просто так это все было задумано, сделано и потрачено время, средства, ресурсы и так далее. Есть проблема, но не перекладывайте ее на кого-то. Попробуйте решить ее самостоятельно. Я думаю, что если вы напишете, если вы научитесь правильно писать, действительно будете знать свои права и какие-то возможности для решения тех или иных задач, не без помощи молодых специалистов, молодых депутатов и просто людей неравнодушных на вашем районе, я думаю, что будем действительно жить хорошо и проблем никаких не будет. Спасибо вам большое, творческих успехов вам желаю, желаю, чтобы у вас все было спокойно, это самое главное. Ну, а вам, друзья, желаю хорошего настроения, чуть-чуть у нас остается до Нового года. Не забывайте о нашем новогоднем конкурсе в группе ВКонтакте на лучшую, такую интересную историю о своей новогодней игрушке. Дерзайте! Всего самого доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин